Я люблю просыпаться и бежать к ёлке, у которой собираются детки. Я зажигаю камин. Кстати, на утреннем служении в 8.30 я попросил разжечь камин. Я сидел здесь и потел, потому что было очень жарко. Я понял, я еще не настолько стар, чтобы греть кости. Поэтому следующее воскресенье, если вы замерзнете, добро пожаловать к камину. Но только не я. И вот вы у себя дома, вы садитесь у камина, вокруг ваши дети. Возможно, вы захотите прочитать им историю Рождества. Дети любят слушать о Рождестве. Рождество на пороге. Ребята, посмотрите, какие замечательные у нас картинки. Рождество на пороге. Полночную тишь. Ты увидь, мой малыш. А точнее, услышь. Но ее можно и увидеть, и услышать. Мерси, видишь, да? Потревожить. Не смей, даже юркая мышь. Помогите мне, церковь. А вот как хорошо мы знаем этот стих. Стайка детских чулок. Милая, ты видишь, чулочки? Ваши куда круче, чем эти. И более набитые подарками. Стайка детских чулок. Как положено, чинно. Санта-Клауса ждет у решетки каминной. Итак, мы читаем нашим детям рождественскую историю. Но разве это и есть настоящая рождественская история? Нет, это одна из историй, но это не та самая история Рождества. И если мы, как родители, не обратим на это особое внимание, то мы рискуем поставить в представлении наших детей обе истории. Библейскую, данную в этом стихе, на один уровень. Но мы знаем, что их вообще нельзя сравнивать. То, что описано в стихе, и рядом не взлетает по сравнению с тем, что мы читаем в Новом Завете. Они из разных вселенных. Поэма о Рождестве интересна, и мы можем читать ее детям, тем более, что весь зал ее знает наизусть. Но знаем ли мы оригинальную историю Рождества, а не просто традиционный стишок? Но если мы будем воспринимать историю Рождества, описанную в Новом Завете, как историю для детей, то мы много потеряем. Потому что история Рождества описана в Библии не только для детей. Она и для нас тоже. А вы хотели бы услышать рождественскую историю на самом деле? Я тоже думаю, что нам всем важно знать эту историю. Мы к этому придем. В Евангелии от Луки, 2 главе, 10 стихе сказано, «И сказал им ангел, не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Друзья, мы должны помнить, что Рождество не только для детей, но для всех нас. Рождество для всех людей. И поэтому мы должны убедиться, что мы с еще большим рвением показываем библейскую историю Рождества, чем стишки. Это рассказы, а это та самая история. Кто из вас хотел бы услышать ту самую историю? Для этого я попрошу вас сейчас направить все свое внимание на экран. Вы услышите истинную рождественскую историю, правду о Рождестве. Хочу вам поведать ее. Итак, внимание на экран. Давайте внимать, смотреть и слушать. Эту историю называют величайшей из всех историй. Многие слышали историю Иисуса, то, как Он родился. Но для чего же Он родился? В то утро, когда родился Иисус, Иосиф проснулся после изнурительного сна. Он видел во сне знамение, дворец Ирода, от которого надвигалась тень на Вифлеем. Понимал ли Он эти символы? Этот младенец родился в тени этой злой империи, которая пыталась отыскать его, чтобы убить. Этот младенец, в рождении которому Иосиф этой ночью помогал появиться на свет, однажды спасет нас всех, широко распростерши свои руки. Его цель ясна. Иисус пришел, чтобы нас спасти. Но это еще не все. Дело в том, что Иисус пришел не только для того, чтобы нас спасти. Также Он пришел, чтобы поведать нам истину. Когда Он был маленьким мальчиком, Его нашли в храме. Он разговаривал с учителями закона и задавал им вопросы, побуждающие их задуматься об истине. Иисус возрастал и преуспевал в мудрости и в любви у Бога и человека. Свои дни Он проводил в поклонении и изучении Писания. Он знал, кто Он и для чего Он пришел на землю. Иисус пришел, чтобы возвестить Своему народу истину. Однажды в субботу Иисус пришел в местную синагогу. Открыв свиток, Он начал читать из книги Исаии. «Дух Господа Бога на мне! Он помазал Меня возвещать истину!» В тот день Иисус заявил о том, что Он и есть Мессия, которого они так ждали. Иисус пришел для того, чтобы возвестить истину тем, кто поклоняется Богу. Он начал ходить из селения в селение. Никто никогда еще не учил о Боге подобным образом. Он являл невероятные чудеса. Некоторые города не хотели Его отпускать. То, что Он им отвечал, подтверждало Его миссию. И в других городах должен Я проповедовать благую весть Царства Божьего, потому что для этого Я был послан. Стало очевидным, что Иисус пришел, чтобы возвестить истину людям, которые еще не познали Бога. Иисус часто говорил, «Истина, истина, говорю вам!» Ученики много раз слышали о том, как Он возвещал людям истину. Их время вместе подходило к концу. Иисус подытожил Своё послание, которое Он хотел, чтобы Его ученики продолжили возвещать по всему миру. «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поручая им возвещать другим, Иисус пришел, чтобы поведать истину ученикам. Пройдя мучения и испытания, Иисус висел на кресте за несколько мгновений до перехода в неизвестную реальность – то, что люди этого мира не видели никогда. Когда человек, висевший на кресте рядом с Ним, произнес пару слов, выражающих веру, Иисус ответил ему, «Ныне же будешь со Мною в раю». Эти слова все еще эхом звучат для всех, кто их слышит. Они возвещают, что Иисус пришел, чтобы поведать истину, находящимся на пороге смерти. Безжизненно его и положили в гробницу, вытесанную в пещере, подобно той, где он был рожден. В течение трех дней там царила тишина. От пещеры до гробницы – все. Все заявления Иисуса были преданы саду, и смерть требовала вывнести вердикт. Иисус не просто утверждал, что говорит истину. Он это доказал. Точно так же, как Иисус прорвался сквозь вечность и родился на земле человеком, Он прорвался сквозь смерть. Он воскрес. Иисус пришел, чтобы доказать, что Он есть истина. Он есть истина и жизнь. Следующая страница ваша – вам выбирать, во что вам верить. И если вы исповедуете своими устами, что Иисус – Господь, и будете веровать в сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасетесь. Пока вы решаете, услышьте эти слова. Иисус пришел, чтобы возвестить истину вам. Да, правда, это было мощно. Очень мощно. Эта история повлияла на судьбу многих людей. Она очень сильно повлияла и на мою жизнь. У кого из вас жизнь радикально изменилась благодаря этой истории? Как видите, Рождество – это... Не просто милый праздник. Рождество определяет, кто мы и откуда мы пришли. Эта истина объясняет, почему мы поем и празднуем, почему мы жертвуем и служим другим. Эта истина объясняет, почему мы так сильно любим наших супругов. Эта истина объясняет, почему мы любим наших детей и стремимся вырастить их в страхе Господнем. По этой причине я каждый день преклоняю колени. По этой причине я взываю к Его имени, когда я в нужде и прославляю Его святое имя за то, кто Он для меня. Друзья, Рождество принесло в нашу жизнь истину. А что для тебя означает Рождество? Я пригласил рассказать троих человек, в чем истина Рождества для тебя. Немного о себе. Я с юных лет попадал то в одну, то в другую приемную семью. Мои родители имели наркотическую зависимость. Когда мне было восемь лет, моя мама умерла. Она была за рулем в нетрезвом виде. Папа жил в 30 минутах езды от нас. Из-за своей зависимости он никогда к нам не приезжал. Я помню, я видел отца лишь один раз, поэтому нас воспитывала бабушка. Она была очень жесткой женщиной. Я думаю, она делала все, что могла. Но она была очень жесткой. Я никогда не слышал от нее слова любви. Когда мне было лет 17 или 18, меня воспитывала улица. У нас было такое уличное братство. Я попал в команду, увлекся наркотиками, пошел по очень плохому пути. Отбыв срок в тюрьме, я освободился. Ко мне подошел пастор, и он сказал, «Я знаю, через что тебе пришлось пройти и что-то натворил в жизни, но я знаю того, кто точно сможет тебе помочь». Он рассказал мне историю об Иисусе. Впервые я почувствовал, что меня кто-то любит. И сейчас моя жизнь полностью изменилась. Я не испытываю горечи по отношению к родителям. Я понимаю, у них была та же проблема, что и у меня. У нас у всех была эта проблема греха. Но сейчас в моем сердце любовь Божия. Бог мощно благословил мою жизнь. Спасибо моему Иисусу. Давайте подарим аплодисменты. Истина. Истина, которую несет в себе Рождество. Джессика, а что для тебя истина Рождества? Для меня это истина рождения свыше и жизни. Около 17 лет назад я лежала в кровати, было 11 вечера. Я точно запомнила время, потому что вечерний эфир подходил к концу. Я переключала каналы и наткнулась на пастора. Он был таким счастливым. Он сказал, вы устали плыть против течения. Я подумала, а это он обо мне говорит. К тому времени я уже дважды пыталась покончить с собой. После одной из попыток меня реанимировали. Я была близка к смерти. Я умирала не только физически, но и духовно. Я начала нашептывать молитву покаяния. Я знала, что нужно говорить, потому что выросла в церковном окружении. Но я не понимала, что происходит. Бог овладел моим духом, и я начала произносить эти слова. И в это время внутри меня что-то начало загораться. Я получила рождение свыше. По мере того, как я произносила эти слова, любовь Божия вливалась в меня. Моя жизнь начала меняться. В тот момент я вообще не знала, что происходит. Но когда на следующий день я проснулась, я чувствовала такую легкость на сердце. Я начала видеть в жизни яркие цвета. Хотя до этого мне все казалось серым. И я осознала, что я должна поделиться этим с другими. Я побежала к своей бабушке. Она много лет молилась за меня. Я пошла к ней. И когда я начала произносить эти слова жизни, в меня вошло еще больше жизни. Потом я рассказала об этом маме и другим людям. Потом другим. И до сегодня я все еще рассказываю об этом, потому что Бог не перестает дарить нам свою жизнь. Как говорил пастор Марк, 365 дней в году. Бог с нами в каждом дне. Аминь. Воздайте Богу большие аплодисменты. Это истинное Рождество. Давай, дружище. Подойди сюда. Хочу, чтобы ты был поближе. Ну, начинай. Как большинство из вас знает, я сын пастора. Это мой классный папа. Пастор Марк. Многие смотрят на детей пасторов по-другому. Им кажется, что такие дети не имеют проблем. Им ни с чем не приходится сражаться, что им не нужна встреча с Богом, потому что их родители имеют отношения с Богом и могут просто передать эти отношения детям как-то автоматически. Но на личном опыте я убедился, что это не так. Я сам должен был пережить встречу с Богом. Я должен был сам строить свои отношения с Богом. И я увидел, как все-таки благ наш Бог. Когда мы на коленях перед Ним, когда мы знаем, что нам делать, когда мы полны смирения, Бог вмешивается в нашу ситуацию. Он делает это сверхъестественным, удивительным образом. Это нечто особенное. Для меня истина Рождества в том, что в этот мир пришел Спаситель. Он пришел для тебя и меня лично. Он ждет, когда ты скажешь ему «да» и впустишь его в свое сердце, в свои мысли. Не станет вторгаться в ваш дом, как непрошенный гость. Он не откроет дверь ногой со словами «Эй, выходи!» «Это я, я пришел, и теперь больше никто не займет это место». Вы должны пригласить его, сказать ему «да». Вот для чего существует Рождество и что для меня Рождество. Это истина Рождества. Вот его суть. Хочу прочитать вам одну историю. Я прошу вас в эти выходные размышлять над этим местом Писания. Бог показал мне эту истину. Вы видите это место на экран. Слава Вышне к Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Обратите внимание на последнюю часть, в человеках благоволения. Бог не сидел на небесах, полный ненависти к людям, желая всех уничтожить. Бог смотрел на нас. Мы часто представляем его во гневе. Но он смотрел на нас с небес и думал, «Это мое творение, мое чудесное творение. Я хочу что-то сделать, чтобы им помочь». Он пришел не с гневом, но с любовью. Так говорят нам Писания. «Ибо так возлюбил Бог нас с вами». Иногда, говоря «мир», мы не включаем в него себя. Не стоит отстранять себя. «Ибо так возлюбил Бог тебя и меня, весь мир, каждого человека. Так Он возлюбил тебя лично, тебя, телезритель, тебя, 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 всех, всех, тебя тоже. Ибо так Бог возлюбил тебя и меня, что послал Своего Сына Иисуса». С доброй вестью. У Бога был великий план, который охватит всех нас. План, который даст нам надежду. И будущность. Даст нам настоящую жизнь здесь и сейчас. Он пожелал заполнить наши души полнотой радости, любви и мира. Вот в чем суть Рождества. Не преуменьшайте сути Рождества. не занижайте его значимость второстепенными историями. Пусть Рождество отражает славу Божию так же, как звезда, за которой шли мудрецы. Она вела их к Иисусу. Ваша личная история может быть свидетельством для этого мира и помочь им в их страданиях привести их ко Христу. Это правдивая история. Изменила мою жизнь. Бог изменил и мою жизнь так же. И Он так сильно желает изменить вашу жизнь теперь. Жизнь каждого из нас. И не просто однажды, но изменять ее каждый день, на каждом этапе, на всем нашем жизненном пути. Всякий раз, когда я проповедую, когда я поклоняюсь, когда я молюсь. Бог посылает в мое сердце любовь и мир. Бог за вас. Он не против. Он с нами. Он недалеко от каждого из нас, на расстоянии буквально вытянутой руки. И Он будет держать вас и заботиться о вас во все дни вашей жизни. Жизнь бросает нас то в боль, то в скорби и вешает их на нас, как бремя. Но Бог освободит нас. Он дарует нам такую радость, которая сотрет всякие проблемы. Такому Богу я служу и такую весть возвещаю. Это его история. Это наша история. Не позвольте миру украсть нашу историю. Когда вы на работе, вы можете рассказать коллегам свою историю. Это наша история. Дьяволу не украсть ее у нас. Бог даровал ее нам в форме младенца, который вырос и стал величайшим царем. И он навеки царь царей и Господь господствующих, князь мира. Это Иисус, которому мы служим. Никто не ходит по залу и никто не смотрит по сторонам. Сейчас, пожалуйста, давайте все встанем. Прошу вас, склоните головы и закройте свои глаза. Если вы устали плыть против течения, Джессика прекрасно это выразила, или, может, вы никогда не ощущали Божью любовь, вам всегда говорили только о гневе Божьем, а не о Его любви. Я здесь, чтобы сказать вам, что Он любит вас. Если вы устали плыть против течения, вам не обязательно это делать. Вы можете плыть в Божьем потоке. Если вы здесь и говорите, «Я так устал плыть против течения», я готов обернуться и начать плыть в Божьем потоке, на вас никто не смотрит. У всех закрыты глаза. Если вы говорите, «Пастор, ты говоришь обо мне». Я хочу стать частью этой истории, запрыгнуть в эту историю. Если такие люди есть в этом зале, то прямо там, где вы сейчас находитесь, поднимите свою руку. Благодарю вас. Это я, пастор. Благодарю вас. Это я, пастор. Благодарю вас. Это я, пастор. Благодарю вас. Господь, ты тот, кто меняет наши жизни. Только ты можешь принести нам жизнь. Господь, ко всем тем, кто поднял свою руку, кто находится в этом зале или у себя дома в гостиной, кто смотрит нас через экран, протяни свою спасающую руку ко всем этим людям. Боже, коснись их так же, как ты коснулся когда-то и меня. Включи их в эту историю. Боже, в эту великую рождественскую историю. Давайте все произнесем эту молитву. Мы благословим всех тех, кто поднял свою руку, помолимся все вместе. Если вы исповедуете своими устами и будете верить в сердце, то ваша жизнь изменится навсегда, дорогой Бог-Отец. Скажем все это вместе. Дорогой Бог-Отец, возьми меня в твою историю. Я устал противостоять волнам жизни. Я отдаю себя тебе. Я открываю себя для Духа твоего Святого. Приди, Господь, спаси меня. Измени мою жизнь. Пусть она уже никогда не будет прежней. Я люблю тебя. Я принимаю твою любовь. Принимаю твое прощение. Я хочу идти с тобой всю свою оставшуюся жизнь. Благословен ты, Бог всемогущий. во имя Иисуса Христа. Силой твоей, могуществом твоим и крепостью твоей, прямо сейчас пройди через них. Бог-Отец, Дух Святой, войди внутрь них. Измени их разум и их сердца. Измени жизни. Рождество 365 дней в году. Каждый день моей жизни. Каждый день моей жизни. Восплещите Господу. Давайте почтим Его и прославим Его священное имя. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. веб-сайт Продолжение следует...